всем плесла и данте и это не совсем то что я обычно делаю обычно я комментирую именно саму то что я делал основном а вот раз это хочу такое попробовать как комментировать уже состоявшиеся игру которая была давненько по моему в среду набор то есть сегодня то есть 27 до 27 марта 2013 года вот я хочу попробовать прокомментировать да я выбрал тогда я сам выбрал снайпера так вот он вот она я великий ужасный снайпер это же примерно помню что мне говорил мой друг лучок с которым я опять же играл я взял ботинки он мне сказал типа чего то что про а правильно это то что правильно делаешь надо ботинки сначала он намекал то что надо было стандартный набор братья я взял нестандартный то есть одни ботинки ну и по моему танго завода я сейчас по моему должен вернуться танго в этот момент а все расходились по миду боту на мой сучком были на топе ну враги не дремлет как видите они тоже занимали позиции клинкс пошел на бот я вообще не вижу ничего почти что ну здесь с траксой пошли на топ то есть к нам и и в этот момент там мы почему-то долгое время не виделись брикера но он в принципе появился не так уж и долго бы не было играли мы с людьми а как вы знаете с людьми играть это достаточно тяжело потому что надо продумать тактику хорошенечко так но я как немного играющий за снайпера то есть я по-моему за снайпера играл немного боев мне ужасно давали людей это же как ручку то есть димона если кто кому интересно мы снимали в дьявольских буднях террария ну чисто фигня маялись так тем временем на бой на боте ничего интересного не происходит кроме того что клинкс клинкс отхватывал понемножку ну вайпер как вайпер фактически тоже таракса только ну я имею ввиду то что он от может быть тоже однокнопочным его эпич эпический минус для врагов но эпический плюс для него это его третий скилл пассивный который по-моему да да замедляет врагов и периодически наносит урон ну как видите мы тут сучку как могли так и оборонялись потому что дров рейнджер и здесь нам отдохнуть просто-напросто особо не давали что самое интересное вайпер отхватывал в основном больше всего от кого и никак не могу от окуса я прочитать я же не могу аут воруд дева гуси вайпер просто отхватывал не могла по моему ничего особого сделать да и первых кого убили это кто был пингетруф сприт который отхватил от сплитбрикера ну и клинс как настоящая крыса через инвиз смылась до мы возвращаемся обратно на топ на топе происходило то что я просто не могу объяснить то мы отхватывали людей то зевс отхватывали в этот момент кстати мы могли слить зевса но если бы я не ушел и вот момент убили персонажа димы и почти убили меня да но не было как назло курьера я не мог вызвать сборку ботов моих эпичных есть вот они эти боты который должен был собрать и я должен был собирать сатаник возвращаемся на бот на боте происходило просто что-то с чем-то things опять начал отхватывать ноги достаточно для того чтобы он мог так скажем слинить потому что он как настоящая крыса оставался на месте ну и мне оставалось всего лишь там кофик спасибо диме то что он мне принес тогда танго и и нам оставалось всего лишь найти нужный момент для того чтоб долбануть зевса то есть надо было буквально немножко уровней чтобы получить ну точнее немножко опыта что получить шестой уровень после чего я получил шестой уровень я изучил сразу ульту и меня по моему за убили просто дебильную убили видим конечно мне потихонечку так в ухо крикнул то что надо было быстрее линейте использовать танго у меня по моему на тот момент да у меня были танго на пчу я как раз бежал по моему использовать их да я тогда взял еще танго во первых диме нужно было в любом случае спасение потому что как видите у зевса зевс подбитый спритбрекера почти убили и тоже убили увы пропустили этот момент и пом и кто-то по моему использовал нет вот этот чем чем по моему использовал да он использовал подчинение воли ну вайпер пытался как мог подбивать не знаю что и самое интересное начало произвел разразилось тут у димы мало хп у траксы мало хп и мы в этот момент убили зевса убили зевса и по и я не помню кому зачиталась и так сейчас посмотрим мне по моему зачиталась тогда я не помню лучок в этот момент откидывался у меня было три танго если не ошибаюсь я по моему одно или два использовал пузычок отдал свену буду уж по персонажем по персонаж на называть чтобы мне меньше путаться и и на бот телепортировался клинкс нафига я сам не понял в тот момент но самое интересное опять же раздражда разразилось тут а свена бьют ужасно ну снайпер конечно же более-менее так пытается баранят позиции хоть нет я не могу так как всем непривычно в общем дима по возможности танковал но когда против тебя и тракса зевс особо не потанкуешь потому что они дальненькие плюс еще я с неудобным экраном лично для меня хотя можно вот так нажать на иконку персонажа будет горят у доме по моему в этот момент мы почти убили да я убил зевса при помощи своей ульты по моему я тогда что-то хоть на счет то собирал может это же уже я скорее всего собрал вот на это скорее всего я вот это взял вампирку только я уже не помню вроде бы если я взял то тогда танго я отдал вроде бы лучшим то есть диме или же продал я уже не помню что и сделал так крингс и брикер не по понятной мне причине стоят на базе что самое интересное таракца в основном вот меня одно бьет то что когда я посмотрел в первый раз бой я увидел то что таракса когда у нее накопилось уже 1200 она не права такую вещь как маску вампирки потому что без вампирки тараксе как-то и в этот момент просто неожиданным пришел вайпер который убил тараксу так у меня на тот момент уже 1600 было тоже больше я до сих пор не а я я шадов боится вера то есть он по моему часу да он вроде бы шадов бои да я собирался да будет для инвиза чтобы конечно правильно за снайпер играть если в инвиз уходишь то тогда это припом если потом ультуешь то тогда тебе дополнительный ур дополнительный дамаг ты сможешь нанести по неожидающей цели вайпер возвращается на мид и по моему в этот момент мы уже потихонечку захотели разносить его таракса ожидает удобного момента скорее всего меня словить ну и зевс огребает огребает таракса нас обоих на обоих кидает молчанку я убегаю и по моему нет у меня как раз тот момент уже закончилось все и вся я побежал на базу так я вызвал кульера с чем кульера я вызвал без понятия сейчас смотрите-ка я все-таки с шадов с темным амулетом и вызвал хотя я его должен был вызвать гораздо раньше чтобы давать тараксе по юлям у клинкса кой фиг хп и вайпер решил воспользоваться этим моментом хотя я бы воспользовался не говорят вайпер я думал что воспользуется он нифига не воспользовался так интересно собирался в принципе я-то по стандартной сборке то есть там порекомендовано по рекомендованным сборкам дефолта собирался также есть еще сборки только я сейчас не смогу вам показать потому что это не настоящий бой а именно запись вот конечно эпический минус того что их тут трое они делили между собой опыт и таракса решила меня состилить я почему-то не использовал шадов амулет и по-моему я как-то смог ее все-таки убить ну и здесь захотел конечно же отомстить надавать не людей но от него у него слава богу в этот момент я подумал то что отходила то есть был отход этого куда он способности был я полу как когда меня уже около базы долбанула молния чем не пишут но пофиг так что 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 я сбился смысле если бы узелся было заранее аркана то тогда он меня снес бы еще до того как я почти убил я на тот момент почти убил траксу если бы он успел бы использовать свою подлянскую способность ульты то есть атаковать всех вражеских персонажей тогда помню запас то смог бы убить а так мы снесли им на топе и на боте башни что не могу радовать и конечно же меня это воодушевило и диму тоже потому что он уже как видите просто ужасно танковал со спритбрикером которого его венгасу венгасу спирит очень венгас пик что-нибудь что-то такое и в этот момент убили зевса я уже не помню кто меня убил я не заметил по крайней мере потому что меня отвлекли в этот момент и и они почти убили траксу но тракса успела вернуться на свою базу этим спас спаслась но в этот момент вайпер забрал забрал шнягу которую он который я боялся после чего когда я увидел то что они рашут мид я решил использовать свиток точнее купить и использовать свиток чтобы им помочь ну опять же зевса начинает карать если я в этот момент бы использовал ульту я б зевса просто затащил бы но его и так затащили его затащил чем плюс еще в этот момент мы увидели спринг брикера и почти убили хотя потом как оказалось убили убили клинкса этот момент у меня уже была вампирка готова который вовсю использовал и в этот момент началось такое блин говно наша команда начала писать то что лайкните меня нет меня нет меня эти не лайкну жалко то что не записалось что в этот момент говорил дима потому что достаточно интересно было ну я отступал в этот момент тактически чтобы потом перегруппироваться и пойти в атаку и в этот момент я кстати подумал забрать рошана и зачем то я поперся сюда скорее всего чтобы спастись от врагов моих и тракса собирала шадов бой какие я как раз не думал то что она его собирает ну и клинкс как настоящая скотина убил хотя он правильно сделал убил убил своего крипа чтобы он не достался никому и в этот момент чен как настоящая скотина повел свою в себя то есть меня оставил фактически насмерть и не избежать смерть как многие герои доты 2 и многие кстати герои доты 2 это герои доты 1 модак варкрафт третьему если я не ошибаюсь то поправьте меня и в этот момент я уже капитально решил просто рашить просто идти на раз и их не базы точнее просто идти на раз чтобы нафиг уничтожить ну и конечно же брикер мне спокойно не давал не дал жизни так же как и тракса в этот момент как раз мне да да самое интересное потом происходило уже минут наверное через пять через шесть не помню когда именно но чем когда мы перегруппировались и когда уже мы решили попереть их разносить ну это конечно я рано говорю но ладно в этот момент я думал главное бы не слить лиза потому что если мало башен то тогда наступает капец и начинают зажимать клинкса но как нормальный игрок доты смысл и в этот момент убили зевса снова то есть зевс в этом бою просто ужасно роковал вайпер по-моему один из всех игроков которого не было ни одной смерти на тот момент и я так беспаленько шел уже сзади и мы уже почти начинали рашить дима танковал как мог потому что свен это ходячий танк то есть не ходячий танк то есть он и есть танк ну а я помогал рушать башню и самое подлинное самое идиотское то что они начали защищать постройки именно в тот момент когда мы начали разрушать казармы ну это в принципе меня не могу никак остановить потому что казармы уже одна из казарм уже почти была уничтожена и оставалось фактически немножко очень немного оставалось до того как мы разнесем их нее базу но самое подляночное было это то что меня заперли вражеские миньоны ну плавненадолго но заперли и если бы в этот момент лучок был живой он мог бы просто затанковать эту башню и мы снесли бы гораздо быстрее чем мы их в данный момент он как раз возродился у Дима я в этот момент кстати по-моему решил взять и тут спритбрейкер пришел незваный негадный и меня превратили в хрен знает что в этот момент я шагил использовать shadow бой чтоб уйти в инвиз но зевсу то пофиг то что ты в инвизе ну и вайпер решил что сделать правильно подбить немного траксу и опять же было то что писали лайк не меня а не лайкай того и в и опять клинкса почти убили но клинкс немело избежал смерти у вайпера было просто немедленно денег он мог просто не знаю что сделать но я уже не никак не мог успеть припелиться врагам чтоб разкира чеким базу так уж это фактически было бесполезно делать я в этот момент по моему что то закупал да я взял посох какой то холимый по моему мнению потому что я не видел то что мы почти базу их не точнее трон почти уничтожили и в этот момент решающий когда мы уже почти что полностью перегруппировались я под я пошел как не знаю кто уже счастливый уничтожать уничтожать их башни их трон просто я уже шел не боялся ничего потому что они должны были хоть как то защищить защитить топ ну а я в этот момент конечно же убивал крипов конечно эпическая битва с персонажами произошла который мы выиграли ну и оставалось их всего лишь два персонажа это Зевс и Клинкс Зевса конечно же мы слили особо не напрягаясь ну а Клинксу сливаться не захотелось и в этот момент мы уже рванули и разрушили трон и на этом давайте закончим всем спасибо кто смотрел сами буштанты с вами это просто первое моё видео когда я именно не участник боя а именно закадровый голос то есть комментатор обычно я именно комментатор а не закадровый голос так скажем то есть я именно самой игре что-то говорю разговариваю да это это очень интересно кстати говоря ладно в общем всем спасибо кто смотрел сейблданты это было что-то новое для меня что-то новое для вас в общем всем спасибо всем пока увидимся